У нас еще есть три раскраска, габельтонов путь и задача рюкзаке. Радача три раскраска. Во-первых, какие у нас будут цвета. Два цвета у нас будут соответствовать логическим значениям. Это истинно, это можно. Замечательно. Вот. Человек придумал, чтобы они от времена были зеленым и красным. И это изумрудный, а L это лососенок. Ну, а третий цвет просто синий. Хорошо. Значит, дальше, смотрите, давайте проанализируем вот такую вот фигуру. Как ее можно раскрасить? Ну, ее можно осяком раскрасить. Считается, что она работает похожим образом на диски укусы. Значит, почему, в каком именно смысле. Значит, ну, смотрите, если L это истинное, и L это истинное, то тогда из вот этих двух обязательно одна должна быть ложной, мечта другая. Что значит синий цвет? Ну, синий это просто третий, который нам нужен, чтобы все раскрасилось. У нас задача раскраски графов в три цвета. Ну, а вообще, смотрите, если вот эти два раскраски мы истину, то тогда вот из этих двух обязательно одна ложная, другая синяя. И, соответственно, вот это тоже обязательно истинное. Важно, что если здесь истина, то здесь не может быть двух ложных. Вот, и именно в этом смысле она работает как дизъюнкция. То есть тут, как бы, если есть истинный ложь, то ее как угодно можно докрасить. В частности, можно докрасить так, чтобы была истинная. Но если здесь ложь и ложь, то тут обязательно будет ложь. Дальше эту штуку можно нарастить. Значит, эту штуку можно нарастить так, чтобы в входных было три штуки. Вот так вот. И, значит, дальше вот так вот. Ну, и тут, в реальной той же ситуации, да? То есть, например, если тут истина, значит, а тут ложь, тут ложь, то это можно докрасить так, чтобы тут была истина. Значит, как именно нужно? Значит, здесь ложь, здесь синий, здесь истина. Значит, и дальше здесь ложь, здесь синий, здесь истина. Соответственно, если тут стоят ложь и истины, если есть хотя бы одна истина, то может быть истина вот здесь вот. И если все три ложи, то тут обязательно ложь. Значит, вот это тут утверждается. Хорошо, в общем, такие структуры, это называется гаджеты. Значит, и с помощью них можно все нарисовать. Тут вообще граф будет, кстати, из трех частей. Значит, первая часть этого такая вот палитра. Мы сводим задачу 3КНФ к три раскраски. Уже раньше любую среду 3КНФ. Да, то есть, как вот здесь, вот, только, ну, теперь мы снизим множим, что три раскраски. Скажите, а кто тут пришел? Значит, у нас 3КНФ сходятся три раскраски. То есть, что это значит, да? Значит, мы по формуле строим граф такой, что, если исходная формула была выполнима, то построенный граф будет раскрашиваться. А если исходная форма не была выполнена, то построенный граф раскрашиваться не будет. Да. Ну, хорошо. То есть, как мы это делаем? Значит, граф будет из трех частей. То есть, первая часть это всего три вершины. Это просто треугольник, и фактически мы просто директивно объявляем, что тот цвет, который покрашен вот этой вершиной, это цвет истины. Вот. В который покрашен вот этой вершиной, это цвет ложь. А в который покрашен вот этой вершиной, это цвет синий. Да. Какие-то три разных цвета. Да. Ясно, что треугольник, и газ, он покрашен три разных цвета, и вот мы просто их так называем. После этого мы заводим столько таких гантелек, сколько у нас в элементах. ЦДС их так условно можно назвать. Я буду с той же самой формой работать. Условно это, можно сказать, PR отрицание P, Q отрицание Q, R отрицание R и S отрицание S. И в каждой из гантелек оба конца соединяются с синим цветом. Тут у нас тоже получается много двух логиков. И каждый из них может быть покрашенными способами. Либо белый, истинный, правый вложенный, либо наоборот. То есть логические переменные не могут быть синим цветом. Да. И, соответственно, это будет соответствовать значению. А после этого мы подсоединяем такие гаджеты. Вот то, как тут написано. Например, P отрицание Q и R. И дальше мы постановляем, что вот эта вершина должна быть истинной. Как это можно так постановить? Ну, во-первых, можно в качестве этой вершины взять вот эту вершину. То есть просто их на самом деле присоединить вот сюда. Ну да. Либо можно, скажем, вот эту истину соединить с синий, с ложной, с палитрой. Истинный получается автоматически. Понятно. В общем, это я не буду рисовать с собой. Ну и такие же штуки нужно с оставшимися сделать. То есть у нас будет отрициальный P. Ну не надо рисовать, хуже будет. Правда, хуже. Ну, в общем. Все, все, все. Понятно. То есть, как для трех вы показали, она состоит вся из таких троих. Поэтому это все понятно. Да. В общем, все это цивилие. Хорошо. А теперь, к чему это работает? Понятно. Ну, во-первых, пустите, попадающий на воду. Значит, тогда мы покрасим соответственно синий. То есть, чтобы у нас было то истинно, то истинно, истинно, истинно. А это неважно какое. Как это? Соответственно, вот это получается истина. Вот это ложь. Значит, вот это вот истина. Вот это ложь. Значит, здесь наоборот. Истинно, ложь. А это неважно как, но там, в каком углу. И тогда получится, что вот из этих трехов есть одна истина. Ну и, значит, можно вот таким способом это расхрасить, так, чтобы здесь подороги все нормально. Да, все хорошо, да. Вот. И так скажем сколько получится. Да, все понятно. Значит, поэтому если это выполнимо, то раскраска есть. Вот. Наоборот, еще нужно. Значит, наоборот, что если раскраска есть, то тогда форма будет выполнена. Значит, почему? Ну, потому что, во-первых, вот из-за палитры и соответствующих вот этих трехов получается, что тут каждый раз у нас либо левая истина, правая ложная, либо наоборот. То есть это обязательно так получается. Кроме того, если у нас вот здесь стоит истина, то среди этих трех не могут быть все ложные. Потому что тогда не распросятся, как мы уже смотрели. Понятно? Да, да, отлично. Если здесь не ложных, то тогда только получится раскрасить, потому что тут была истина. Значит, раз раскрасилось, то среди этих трех есть хотя бы одна истина. Ну, а это и будет означать, что если мы возьмем истинные те приметы, где покажешься были, а их истинный цвет, а ложные те, где отрицание, то тогда получится получше набор, потому что из каждых трех получится как раз одна истина. Очень хорошо. Ну, правда, все понятно. Продолжение следует...